МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она роковая героиня. Он романтический герой. Она фигура большая и необычная. Он явление по-настоящему звездного масштаба при гораздо более мелкой фигуре. Она живет эксцентрично, на полную катушку. Он релаксирует и занимается самокопанием. Он заметил ее, когда она гастролировала по Советскому Союзу. Она заметила его, когда он стоял за кулисами во время ее выступлений. Публика устраивала овации ее фокусом, топала ногами, орала «Браво!», а он плакал. Вообще-то обычно она жадничает, ревнует раздавать другим исполнителям свои песни. Но не подарить ему несколько она не смогла. Это ярмарки, краски, разноцветные маски, деревянные качери, расписные карусели, звуки шарманки, гаданью цыганки, медовый пряник на воздушный шарик. Женщины, когда молодые, им стыдно показать тело. И если у них хорошая фигура, все, она стояла на сцене, так, и так пела. А у нее был голос, тело, все. Она должна... А потом, когда женщины, они взрослые, все открывают смело. И если тело уже не так красивое, но женщина, когда уже старшая, немножко старшая, она знает свою цену, она знает, она просто чувствует себя лучше. И это жаль, что эти девочки так скрывают все, что самое хорошее. И потому что бывает, что это с сексом проблемы, а если с сексом проблемы, нет, нет... Раскрепощенности, творчества. Да, нет творчества. Потому что человек неспокойный с сексом. В кровати. Как он может выйти на сцену? Ну скажи, Ава. Класс. Я думаю, мне кажется, что это самое с политиками. Да. Войны, все войны, это моя идея, все войны, они сделаны политиками, которые... Неудовлетворены. Да. Которые плохие в кровати. Да. Акула польского шоу-бизнеса. Мадонна Сеф, звезда НАТО-БИС, по опросам польских СМИ, лучшая эстрадная певица 20 века. Пани Марыля Радович. Она давно уже не гастролирует по территории бывшего Союза. А раньше частенько бороздила эти просторы. Ее бал, ярмарки, краски, куклы всегда были на слуху. Взгляды зрителей братских республик она притягивала чем-то своим собственным. И совершенно заграничным. Может быть, отсутствием комплексов. Или ощущением вольности. Чего-то такого, что советский гражданин мог тайно любить, только издали. Сегодня ей давно не 16, но ее все еще волнуют разноцветные качели, расписные грусели, и по ниточке ходить она по-прежнему не желает. Она не просто живая, живее всех живых. Не пережиток и не наследия прошлого. Она из плеяды долгожительниц. Ее волнующая хрипотца по-прежнему потрясает эфиры. Она как была, так и осталась с Орви головой. Заболевает, если на нее не обращают внимания, лихо гоняет на красном Порше, воспитывает троих взрослых детей и мужа-бизнесмена и приветствует любые эксперименты. В Польше о ней говорят, Радович – это фауст в юбке. Ей нет износа. У нас в студии сегодня мега-звезда. Личность мирового масштаба, эксцентричная, красивая, всегда молодая, всегда остающаяся собой. Марель Радович у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Пани Марель, мы очень рады, что вы у нас. Я хочу вас сразу поблагодарить за то, что в таком напряженном графике вы нашли время для того, чтобы к нам сегодня прийти. Вы работаете. С удовольствием. Потому что я знаю, что если я появляюсь по телевидению, больше людей знают о мне и смотрят на меня, знают, что я здесь. А я так редко сюда приезжаю, что… Теперь? Да, да. Вы же в принципе гастролировала. «Я в 80-х годах». Ну, Витебск и, я не знаю, Беларусь, конечно же, знают вас и любят вас. И периодически, да, вот в 60-е, 70-е, 80-е годы вот эти песни, которые… Ну, о которых мы слышали в сюжете, сюжет архивный, вы смотрели его и… Ну, вот говорили мне, что вы помните об этом, о том, как вы были в Витебске, об этом… Всё, я помню. Я первый раз была в Витебске в 88-м. Это было так, что у меня родился сын в 87-м. Он есть здесь, со мной. Да, потому что я очень хотела показать ему Беларусь, чтобы он… Он только штаты, Лондон, чтобы он посмотрел… Другое. Другое. Особенно, что у меня корни отсюда. Да. Моя мать моей матери родилась бабушка, родилась недалеко Лиды Барановичей. Наверное, это тоже какое-то для вас особое такое отношение, значит, к Беларуси, к Витебску, всё-таки, раз корни ваши, каким-то образом, отсюда. Да, да, вторая бабушка – мать моего отца из Туы. И, в принципе, этот русский язык я слышала всё детство, через… когда я была маленькая. Например, моя бабушка отсюда, она ходила до русской школы. Это был начал XX века. И она, когда я была маленькая, она мне пела русские песни, белорусские. Я просто… Если я помню? Нет, нет. Я хочу спросить, вы понимаете белорусский язык? Не понимаю. Не понимаю. Не понимаю. И я была так рада, что вчера в конкурсе один конкурсович из Беларуси, он пел на белорусском языке, потому что, в принципе, все разговаривают на русском языке. И я была удивлена, потому что, когда два дня тому назад я приехала, я слышала только русский язык, который я обожаю и очень люблю разговаривать на этом. Но, в принципе, мне казалось, что белорусский – это язык Белоруссии. Официально. У нас два языка. У нас двое язычие – русский и белорусский. У нас сейчас и на белорусском тоже говорят. И даже можно говорить о том, что у нас такое возрождение культуры нашей происходит и к языку больше мы поворачиваемся, что ли. Это очень приятно. Еще мне кажется, что просто белорусский и польский, они ближе, чем русский и польский. Конечно. Заговорили вы о конкурсантах. Вот сюжет, который мы смотрели, прекрасный ваш монолог про секс. Это вообще, на самом деле, ваш ответ на вопрос вам тогда, когда вы были во время этого сюжета. В 97-м. Да, в 97-м. Это было второй раз. Да, не первый, это точно. Но это был вопрос о конкурсантке. И все, что вы говорите здесь, вы говорите о той девочке, которую сейчас уже никто не знает, что это была за девочка, но вы говорите о ней. То есть она как-то там стояла и не показывала себя во всей красе. Да, тоже жаль, что я там говорила в этом 97-м году, что девочки, когда молодые, им стыдно открывать свое тело. Ну и в принципе, только такие девочки, они должны носить, например, бижутерию. Как бижутерия? Так сказать. Бижутерия. Потому что, когда уже старая женщина и у нее деньги, и она носит бриллианты, а уже эта шия не так красивая, как у молодой девочки. Это абсолютно такая ваша, наверное, правильная мысль, потому что пока ты только в молодости жидаешь, это тот недостаток, который быстро проходит. Это все понятно только потом становится. Я хотела к нынешним конкурсантам, просто от тех перекинуть мостик к нынешним. Вы в жюри. Да. Вы работаете на фестивале нынешнем. Я понимаю, что вы член жюри, и возможно, вам не все можно сказать, но все равно очень хочется спросить. Все-таки конкурс это сердце нашего фестиваля. Да. Хочется спросить о молодежи, которые... Да, как минимум вам. в принципе, я хочу сказать, что все имели голосы. Это странно. Каждый выходил на сцену, у каждого был большой голос. И нам было тяжело их оценивать. Оценивать? Да. Да, мы смотрели по себе. Снова голос. Вот же какая незадача, да и опять нельзя его выгнать. Что делать? Как жить? Мне очень нравился первый участник. Он был с Мексикой. Очень нравился мне с Беларуси. Мальчик. Прекрасно пел. И очень нравилась итальянка. Ну, она такая же песня. Большая энергия. Ну, песня известная, голаре, но там аранжировка такая современная. Ну, главное ее голос. Но еще было хорошее. Какая-то была девочка из России или мальчик? Девочка. Девочка. Из Ромынии. Да, тоже девочка. Да, и из Израэла. Да. Много было хороших участников. И сегодня будет очень тяжело, потому что сразу надо вытянуть число. Да. Сколько мы даем и уже не можно сказать ой, извиняюсь. Я передумаю. Передумаю. Да, сразу будет видно. Да, сразу будет видно. Да. А вот вообще к конкурсам как вы относитесь вообще к конкурсам? Вы считаете, что это ступенька или нет? Ну, у нас, например, у нас в телевидении очень много талант-шоу. У нас тоже. Талант-шоу. И Voice of Russia, знаю, что есть у вас. Voice of Poland, Must be the music. Много-много. И есть много возможностей, чтобы молодой человек показал себе. Тоже у нас много таких концертов, например, я этого ненавижу. Но так 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 есть, что надо выступать в этих концертах, принимать участие, потому что, например, моя очень известная песня, я с этой песней выхожу на сцену и пою. Но это конкурс смс, знаете. И это зависит, например, у людей только 10 минут, чтобы высылать эти смс. То есть это несправедливо? Я думаю, что нет. у нас тоже есть мальчик, который очень хочет тоже у вас спросить. Я хочу спросить, потому что на славянском базаре голосование происходит не через смс. Голосуют члены жюри, и в этом году председатель жюри Валерий Леонтьев. Скажите, как вы с ним договариваетесь, кто кому уступает? Потому что, ну, зная то, в каких отношениях, в какой дружбе вы с ним находитесь, ну, возникают вопросы, уступаете ли вы ему? В принципе, мы согласны. В принципе, все. С моей правой стороны сидит композитор из Украины, по моей левой стороне сидит Валерий, и мы смотрим на себя, ну и что? Ну, снова большой голос, и как это оценить? Оценить. В принципе, очень похожие оценки, например, у меня восемь, у Валерии девять, и это очень близкие эти оценки. Ну, вообще, это, наверное, хорошо, потому что, все-таки, когда получается вот так вот в тандеме работать, это все-таки легче, как минимум. Ну, конечно, потому что мы можем после концерта мы разговаривали об этом, чтобы дискутировали, что с этим делать. Ну, так лучше, мне кажется, что так лучше, чем смсы. А вы в своей жизни принимали участие именно в конкурсах, вот в таких соревнованиях? Вот дали они вам что-то? Ну, это было недавно, это был у нас фестиваль польской песни в Ополе каждый год. Я принимала участие, был такой концерт, золотые песни, значит, самые успешные песни из разных лет. И я пела песню Бал, Пуст живет Бал, нех же ебал, это такая драматическая песня. Мне кажется, что Валерий тоже записал ее, потому что много моих песней, паял, песни, ярмарки, это Бал, чудесно, много. Много, да. И каждый исполнитель выходил на сцену с одной своей песней. Эта песня моя Бал, это 80-е годы. и мы так смеемся, исполнители, что если в конкурсе есть такой молодой участник, он был в этом году в Евровизии, да, и там занял восьмое место. И если он называется Шпак, и уже такая шутка, если Шпак в конкурсе, он победит. Потому что песня? Нет, потому что он молодой, его знают один год, он один год на сцене, но очень успешный, у него длинные волосы, большой голос, он, наверное, бы нравился вашим зрителям. И мы так говорим, есть Шпак в конкурсе победит, и он победил. Правда? Да. Потом, год тому назад, я принимала участие тоже в этом фестивале на премьеру песни самые новые. Премьеры, да. Премьеры. И кто выиграл? Шпак. А могу я вас спросить, насколько важна в конкурсах внешность артиста? Все-таки в первую очередь, мы оцениваем глазами человека. Но ваша задача оценивать еще и голос. Насколько для вас важна внешность артиста? В принципе, когда эти исполнители начинали петь и выходили на сцену, я уже писала себе, что я об этом думаю. Да? Да. Конечно, я тоже для меня главное как-то одетый. если например девочка имеет такую традиционную юбку, не модерную, она себе делает старшой. И так я уже писала сколько у меня точек за это например. А потом я уже видела, если кто-то имеет голос, в принципе большина песни вчера в конкурсе была, имела традиционные аранжировки. А вам хочется, чтобы это было другим? Да, потому что более интересно, когда разные стили. и когда человек себя показывает. Да, конечно. Мне кажется, мальчик с Белоруссии был модерн. Да? Да. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Вы сами сказали, что первый раз в Витебск приехали в 88-м году. Это был фестиваль польской песни. У нас наша студия телевидения, вот мы в прошлом году отметили 55 лет. И честно говоря, мы очень гордимся нашими архивами. Специально для сегодняшнего дня мы, ну, точно вам скажу, перекопали все. Но мы нашли вас на фестивале польской песни. И очень хотим вам сейчас покрывать. Да, я еще хочу сказать, что когда я была первый раз в 88-м и в 97-м и теперь три раза было очень жарко на улицах. Такая погода похожа. Похожа? Мне кажется, в этом году как-то прям прохладно. Такая перед бурей. Да, да. Вы знаете, славянский базар, он за собой ведет дожди. Его все время куда-то сдвигали, и куда бы его не сдвигали, именно та неделя, когда славянский базар, тогда у нас тропические Мне говорили, что день раньше был ураган. Да, был такой прям для нас тоже не характерный, для нашего региона. Но все-таки давайте посмотрим на вас в 88-м. Интересно, как вы к нам приезжали в первый раз. В польском городе Зеленая Гура проходил музыкальный фестиваль, который после показа по центральному телевидению в начале 80-х стал пользоваться успехом и в Советском Союзе. Тогда было решено создать что-то похожее и у нас. Местом проведения был выбран город «Побратим Зеленой Гуры». Впервые Витебск принимал так много гостей, артистов и журналистов. Еще никогда не было столько телекамер. Операторы словно соревновались, показывая телезрителям летний амфитеатр. Концерты первого всесоюзного фестиваля польской песни транслировались по центральному телевидению. Новости этого музыкального форума заполнили страницы фестивальных, республиканских и всесоюзных газет. Впервые проходили всевозможные ярмарки, народное гуляние, выставки польских и советских художников. В эти пять июльских дней восхищенные зрители тепло встречали любимых и знаменитых на весь мир артистов, звезд эстрады и молодых певцов, делавших свои первые шаги на профессиональной сцене. Мне предложили быть в основном этого фестиваля. Это был замечательный фестиваль. Замечательный фестиваль был потому, что приехали выдающиеся артисты европейские, которые жили тогда в Польше. Это был прекрасный репертуар, прекрасная музыка. Мы очень долго готовились и приехали, мне удалось привести самых лучших звукорежиссеров, которые тогда жили в Польше. я не оговорился, потому что именно они тогда уже работали со всей Европой. Первый всесоюзный фестиваль польской песни заявил о Витебске как о городе, созданном для праздников. На концертных афишах второго всесоюзного фестиваля польской песни появились имена Алексея Глызина, Игоря Талькова, Лоры Шафран, Ирины Понаровской, Максима Дунаевского, Вячеслава Добрынина, Льва Лещенко, Станислава Сойки, Рышарда Рынковского, Беаты Молок, Национального концертного оркестра Беларуси. Всего за несколько июльских дней фестивальный город преобразился до неузнаваемости. Он живет новыми встречами, знакомствами, ни с чем не сравнивыми ощущениями таланта, красоты, безграничного творчества. Артисты и музыканты приехали в Витебск, чтобы пообщаться друг с другом, получить особый фестивальный заряд энергии, выступить перед самым лучшим и благодарным зрителем. Не грусти и в этот вечер будут новые встречи. Вместе обнявшись, вместе обнявшись, мы еще будем первые. Будем первые. Вместе обнявшись, вместе обнявшись, мы еще будем петь. Несколько раз вы промелькнули в этом сюжете. И так вот, глядя на звезд, которые там были, которые теперь тоже многие из них и есть, и остались, немногих можно узнать. Но вы остаетесь собой, вы не меняетесь. И наверное, наверное, вот я хочу об этом спросить, но у меня есть как бы своя догадка. это зависит от того, что мне кажется, вы все-таки живете в гармонии с собой. У вас, ну я не знаю, хотя бы внешне так кажется. Вот вы где-то эксцентричны, вы где-то эпатажны. То, ну вот, именно какой вы, каким образом вы становились такой, кем являетесь вы сейчас, для нынешних артистов это может быть очень тонкий пиар должен быть какой-то, чтобы вот так прошло. А для вас, мне кажется, это органично. Мне кажется, это так получилось. Я разговаривала здесь, в Витебске, вчера и два дня тому назад с польскими исполнителями. Исполнителями, да? Да. Мне спрашивали, что делать? Как это делать, чтобы у нас был успех? Ну и так тяжело объяснить, рассказать об этом, потому что я думаю, что вы правы, что надо иметь согласность со своим внутренним. Но это так тяжело об этом рассказать, потому что есть. мы были две минуты. Я просто выхожу на сцену, играю, например, два часа концерты. Теперь, летом, у нас очень много таких открытых концертов, стадионы, какие-то площадки. это тяжелые концерты, потому что приходит зритель и молодой, и дети, и взрослые, и старшие, и надо их всех так взять, обнять и дать свое сердце. И вот каждый раз вы даете свое сердце? Если не даю, если не даю, я это чувствую, что чего-то не хватает. Где-то сделала ошибку. Потом делаю анализу. Что было не так? Что же, ну, перебиваю. Может быть, это не был мой день, но в принципе, кого это занимает, это был твой день или нет. Надо выйти и бороться и победить. А что же вам остается, если каждый раз вы каждому отдаете свое сердце? У меня большое сердце. Все равно хватает? Хватает. Так вы, мне кажется, откровенно говорите о себе. Всегда. Книжки ваши про мужчины, про машины. претензии. Если вы бы знали, какие. Я уже ему обещала, что не буду больше разговаривать о мужчинах особенно. не к этому. Я не хотела спрашивать, лезть куда-то в какие-то дебри вашей личной жизни. Я не к этому говорю. А к тому, что вы откровенный человек и откровенны вы были всегда. Говорили вы о том, что вам в юности нравились хиппи. И в принципе есть хиппи. Я и хотела сказать, что вы так остались наверное человеком дождя по своей внутренней человеком солнце. В этих вещах хорошо чувствую себя. А изнутри, по душе? Ну да. Я сказала два дня тому назад, когда был концерт открытия, я встретила Аллу Пугачеву. И сказала, что я обдевую ее за ее отвагу жизненную. Потому что надо быть ее, чтобы быть с мужем, который 30 лет моложе, еще сделать себе ребенка. Детей. Это отвага большая. Я обдевую ее. Ну я думаю, что не стоит вам мериться отвагой, потому что вы, женщина, очень отважная. И главное женственная. И человек, который умеет отдать себя. Это очень чувствуется. Я думаю, что это чувствуется и зрителям через экран. И мне вот здесь, сидя с вами рядом, это чувствуется особенно. Спасибо вам большое. Время очень быстро пролетело. Поздравляю всех. Целую Беларусь. Поздравляю. Целую. Вам какие символы нашего фестиваля? А, потому много таких цветов юбки женщины, девочки ходят по улицам. Да. Васильки, это наш символ, это вам. Спасибо за то, что вы к нам пришли и за то, что с нами были, как всегда, откровенны. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова